Субтитры сделал DimaTorzok Они же есть Не понимают? Ребята, заходим сюда? Ребята Заходим, заходим Субтитры сделал DimaTorzok Они же очистены от всяких скреплений И спаси власть же души наша Отец, наш небесный, больно тебе в нем, Господа нашего Иисуса Христа Спастителя Прибудь с нами Дабы вы всегда пребывали в истине Твоей И следовали строго по окровавленным Твоим стопам Не уклоняясь, не влево, не вправо Тебе слава посылаем Отцу и Цель на Святому Духу Ныне, всегда и в веке, и веков Ирина, возьми Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Евангелие от Марка, 8 глава, с 34 по 38 стихи И подозвав народ, с учениками своими сказал им Кто хочет идти за мною, отверни себя И возьми крест свой и следуй за мною Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия Тот сбережет ее Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир А душе своей повредит Или какой выкуп даст человек за душу свою Ибо кто постыдится меня и моих слов Вроде всем прелюбодейным и грешным Того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами Толкование Направляет речь главным образом против Петра Ты не одобряешь того, что я беру крест А я говорю тебе, что ни ты, ни другой, кто не спасетесь, если не умрете за добродетель и истину Призываю не на зло, а на добро А потому, кто не хочет, тот и не достоин сего Что значит отвергнуться себя? Это мы поймем, когда узнаем, что значит отвергнуться другого кого-либо Кто отвергается другого кого-либо? Отца ли? Брата ли? Или кого-либо из домашних? Тот хотя бы смотрел, как его бьют и убивают Не обращает внимания и не соболезнует, сделавшись чуждым ему Так и нам повелевает Господь, чтобы мы ради Его, Господа, презирали свое тело и не щадили Его Хотя бы били или порицали нас Да возьмет крест свой сказано То есть поносную смерть Ибо крест почитался тогда орудием поносной казни А как многих распинали и разбойников То присовокупляет, что с распятием должны иметь и другие добродетели Ибо это означает слова Следуй за мной Так как повеление предавать себя на смерть показалось бы тяжким и жестоким То Господь говорит, что оно напротив весьма человеколюбиво Ибо кто погубит душу свою, но ради меня А не как разбойник, казнилый или самоубийца В всем случае смерть будет не ради меня Тот говорит, обретет ее Обретет душу свою Между тем, как думающий приобресть душу Погубит ее Если во время мучения не устоит Не говори мне, что этот последний сбережет себе жизнь Ибо если бы он даже приобрел целый мир Все бесполезно Спасение нельзя купить Никаким богатством Иначе Приобретший весь мир Но погубивший душу свою Отдал бы все тогда Когда будет гореть в пламени И таким образом искупился бы Но такой выкуп там невозможен Здесь Заграждаются уста и тех Которые вслед за оригином говорят Что состояние душ перемирится на лучшее После того, как они накажутся И соразмерно грехам своим Да слышат они Что там никак нельзя дать выкупа за душу И мучиться только в той мере Сколько нужно Будто бы для удовлетворения За грехи Недовольно одной внутренней верой Требуется и Исповедание уст Ибо как человек двойствен То двоякое должно быть и освящение То есть освящение души Посредством веры И освящение тела Посредством исповедания Итак Кто постыдится Исповедать распятого Богом своим Того и он постыдится Признает недостойным Признает недостойным Рабом своим Когда приидет уже В смиренном виде Не в уничижении В котором являлся здесь прежде И за которое Некоторые стыдятся Некоторые стыдятся его Но Славе С воинством Ангельским Преображение Есть не что иное Как Предзнаменование Второго Пришествия Так просияет Так просияет В то время Он сам Так просияют И праведники Комментарии Игнать Тихоновича Лапкина На слова Блаженного Фефилакта Освещение Души Посредством Веры И освещение Тела Посредством Исповедания Искаженное Понятие О смысле Слова Исповедания Томило 2000 лет Христианский Мир Не удаление От людей Как учили Монахи А нахождение Среди Народа Давало Возможность Осознать Себя Послушным Чадом Христа И дать Такое же Представление И слушателям Только тогда Можно надеяться На спасение Если будешь Исповедовать Христа Словом Благовествовать Римлянам 10.10 Потому что Сердцем Веруют Праведности А устами Исповедуют Ко спасению Ибо как Человек Двойствен То Злоякой Должно быть И освящение То есть Освящение Души Посредством Веры И освящение Тела Посредством Исповедания Евангелие От Марка 9 глава 1-2 стихи И сказал им Истинно Говорю вам Есть некоторые Которые Стоящие Здесь Которые Не вкусят Смерти Как уже Увидят Царствие Божие Пришедшее В силе И по Прошествии Дней шести Взял Иисус Петра Иак Алиана И возвел На гору Высокую Особо Их одних И преобразился Пред ними Одежды Его Сделались Блистающими Весьма Белыми Как снег Как на земле Белищик Не может Выбить Толкование Евангелие Евангелист Лука Говорит Что это Было Спустя Восемь Дней Впрочем Не противоречит Марку Но совершенно Согласен С ним И речь Его Обнимает И тот День Который Господь Возвестил Предстоявшим О предстоявшем Преображении Своем И тот Который Он возвел Учеников На гору Тогда Как Марк Говорит Об одних Промежуточных Днях Самое Преображение Разумею Не как Существенное Изменение Вида Христова Но как Озарение Его Неизреченным Светом Причем Естественный Вид Его Оставался Тот же Как И прежде Господу Нашему Слава Ларике Аминь Аминь Слава Христу Аллилуйя Спасибо Христу Брат Слава Болеет Ну а что Известно О наших Болящих Любовь Петровна Как Кто знает Что Как Жить Ходила Болющая Нет Там Дмуха Хотя Дмуха Она ушла Малая делегация Выделилась На неделю Ходили Татьяна Кузьминична И Александра Михайловна Она не побыли Но она встает уже Поднимается Ходит Ну то есть Лучше уже Да Понятно Мне сказали Что в санаторий Пошли Я Я Прошлый Воскресенье Понедельник Была Праздник 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 Кушает Она хорошо Все Ну слава Богу Вот я Хочу вас Всех Братья и сестры Напомнить Хочу всем И себе В том числе Что мы Чаще Вспоминали О том Что Господь Милостив И Милость его Велика Уже потому Что У нас В России Уже Давно Нет войны Потому что Мы живем В мирное Время Что еще Господь Удерживает Карающую Десницу Свою Всегда Об этом Нужно помнить И каждый день Я вот Молюсь Об этом Призываю вас Тоже об этом Помните И что Милость его Велика Что еще Есть Люди Не ожесточившиеся В наше Жестокое Безумное Время И это Я Вот Испытал Буквально В ближайшие Дни Позавчера Мы были С женой В магазине Покупали мне Обувь Звонит сын Позвонил Дед Пошел в магазин И упал Он прилетел Оттуда С работы Это на Партизанской Рядом С летным училищем Там новый магазин Мария Гра Открыли Он пошел Как всегда Теперь уже ходил Зрение почти никакое 90 лет Да И пошел По той стороне Вот Где это летное училище По партизанской И Переходил Дорогу Не положено на месте Естественно Как всегда Бордюрчик Сантиметра 20 А дальше Обрыв Сантиметров 80 Он наступил На этот Бордюрчик И ногой Туда Шагнул Перелом Шейки Бедра А там что Какие-то Были земляные Работы Нет Почему там Так сделано Что проезжая Часть Она выше Чем Тротуар Не в том Месте Короче А там Рядом Буквально Нормально Можно 5 метров Ступеньки Спуститься Там обычно Парковка И Припарковался И спустился По ступенькам С борсеткой Документы Там все У меня В этой борсетке Полосу на бордюре Занимаюсь Никита Тут с Никитой Мы взяли Его Посадили в машину Борсетка Осталась Мы поехали Ну там все У меня Документы Паспорт Паспорт Полис Карточки Карточка Это Карты Сбербанка Две Карты Деньги Кошелек Ключи От квартиры Ключи От работы Все яйца В одну Лукушкин Да Никита Меня потом Отчитывал Можно так Чтобы в одном Месте Все это было Нужно В разных местах Вот так Никита Где же он Никита Он как И натих Ну и вот Какая ситуация Сложилась Ну естественно Мы там Пронимались Весь день Его госпитализацией Поехали к нам В краевую больницу Потом из краевой больницы Поехали в первую горку А вы все не помните Чтобы от сетки нет Нет Я потом Вспомнил Конечно Ну поехали вы туда Там не было Но потом уже Когда мы все это сделали Когда мы уже госпитализировали Конечно поехали Там в ближайшие магазины Обошли Все там Нет Естественно Кто остались Вот Да никто Потом Потом уже вечером Когда мы уже были дома Когда мы уже приехали Каталку вернули Из поликлиники Брали Вот Вечером Звонит Женщина Вот вы потеряли Да Как она вас нашла Там все Там все Там была Моя визитка Там была С телефоном С телефоном И вот они по телефону Мне звонят Вот внук принес Он нашел Где-то в районе 55-й школы Это Внук молодец Ну здесь же по это На Чкалово Угол Чкалово И Почти угол Чкалово Где это Единая Россия Там у них Тут офис И чуть там дальше По Чкалово Туда В ту сторону В сторону Социалистического Проспекта Где-то там В районе Эти Этой школы Принес Домой Не знаю Он Не он Кто там Ну Вчера я только Сходил Вечером Уже поздно Не стал Беспокоить Вас А вчера Я забрал Эту сумочку Сумочки Остались Да Кстати Думал Что ключи Придется менять Замки И все Это Накладно Но Ключи Оказались Дома Паспорт Оказался Тоже Дома В другом Портфеле Карточки Остались У вас там Карточки Сразу Как приехали Я заблокировал Эти карточки Ну там-то Часто были Да Не лежали Карточки Да Денег не было Только Понятно Деньги забрали Деньги забрали Но немного Денег Там немного Как раз У меня были деньги Я отдал Рассчитались За туфли Слава Богу Налички Там было Ну Рублей Триста Может Это подарок Что Донесли До этой Писанки Так что Слава Богу Что есть Такие Люди Еще добрые люди Ничего восстанавливать Не надо Все есть Все осталось Ну теперь Попускать нужно Карты Потому что Я их заблокировал Отца зовут Виктор Господь Ему еще дает Это время Для покаяния Сколько мы говорим Не знаю Ну Одному Богу Известно Как все Пойдет Но В ситуации К сожалению К сожалению Добрые люди Такие трудящиеся Ну Горка Это вообще Это Содом Что называется Что за горка Ну Игорь там лежал Ему понравилось Восемь Восемь человек Там Никита вчера Говорит Зашел Я иду по коридору Говорит Полуголые Голые Говорит Там лежат бабы Все открыто Там В этом В этом Палате У него Ну Вот там Сколько Ну Восемь Восемь Кровати Представьте Сочеталки Да Ну На первом этаже Ну Понятно Парни молодые Тут же лежат с ними Девки пришли Ну Визитеры Посещают Ну конечно Это не краевая больница Это Старая больница Одним словом Ну вот Я хотел спросить Любовь Николаевна В отношении Этих Противопролижневых Матрасов Есть А да Да нет Он Не такой Вот Который Постоянно Надувается Какой из них лучше Трубчатый Или Какой второй Вариант На сегодняшний день Его пока ничего не известно Завтра Будет обход И будет решать вопрос Как у него было два инфаркта Уже Постельный режим Постельный режим Надолго Это пролежние Это Пневмония Это что угодно Это Осложнения Всякие Да Вот Ну поэтому Будет решаться вопрос Либо Будет металлоостасентис То есть Волочки Вставлять туда В кости Соединять эти Или накладки Там будут делать Либо Замена сустава Там у них есть Квоты вроде как Поэтому туда и положили Так что Квоты у них есть На замену Сустава Тазобедренного В остром переводе Они это делают Ну и мы когда приехали Там Дежурный доктор Посмотрел А что возраст Для нас теперь Вот мы сегодня Только проперевали 92 года Ничего себе Есть возможность Если состояние позволяет Да Это когда все случилось Позавчера Позавчера Можно еще Как вы думаете Стоит нам Что-то уже предпринимать Ну какие-то шаги По поводу Игоря Третьякова С семьей Опять начинаем Любовь Третьякова Сядьте По очереди Любовь Николаевна Вы не больной Вы не умрете Пока Потому что Уже Третью неделю Как он отзвонился И его нету Три воскресенья И его нету С того момента Как его сестра Вы не умрете Стоит им Второй воскресенье Второй воскресенье Да 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 Третья неделя Говорю вам Как он отзвонился Неделя прошла да 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 поэтому я вам говорю третья неделя я вам еще раз говорю надо чтобы он был а что разбираться это получается полмесяца как он здесь и нету брата надо наверное ехать уже просто поговорить прям увидеть глаза в глаза и чё ну а как иначе я не знаю по телефону не дается не хорошее надо поехать если я хочу мы не заботимся или что если у вас здесь если он здесь ну давайте просто приедем позвонить дверь все откройся откроет ты чё тебя сделаешь зачем к ну причем камеры он и так бедный от этой камеры волосы дымом шевелятся у него все из-за камеры там началось потеряете рассказывает это не получил он там такие сцены устраивал как ребенок у фонтана ногами бился не не снимайте меня с детьми так что вы еще добить хотите бедного это вселенского масштаба какая-то катастрофа идет человека так но предложение дельное поехать значит надо поехать поеду не я потому что у меня боится поэтому я кого-то прошу звать вот самый лучший это вот у нас вот тише воды ниже дровы это вот моисей тишайший кратчайший это костя костя севастян у него свое есть это судья севастян это судья чему адвокату можно защищать я божественный нет предложение хорошее надо его выполнить я позвоню сначала ну понятно конечно позвони брат позвони и обязательно глаза в глаза бы а встретиться известно где он живет они же жили где-то с Татьян Курменичным дайте любовь Николаевна опять тебя не живут на шукшина дайте мне слово уже вижу слушай любовь Николаевна ну-ка что она скажет прежде чем не выслушайте человека написано в слое божьем не судите раз начинается начинается не надо заканчиваем заканчиваем вы ни номера телефона не знаете сейчас и знать его не будете вы не знаете где находится семья остановитесь давайте мы вот встретимся я Виктор Андреевич Константин и эти вопросы решим далее я вам не советую ничего поднимать вы не знаете в последующем что будет Бог знает остановитесь мы о вас ничего не судим и обо мне сейчас у меня сегодня день именины если вам не страшно вы слушайте мое покаяние перед вами всеми я ни в чем не провинилась в том что отсутствует семья по какой причине и как благословения от меня не было я не знала так же как и вы обстоятельств никаких и только последний день вчера все это не выяснилось говорить я ничего не буду это не стоит того чтобы выносить как бы мусор из избы ссор поэтому простите за может быть даже какое-то смущение или соблазн от нас независящие люди разные отношения их к видеокамеры и нашим речам разные да не соблазним мы еще окружающих своим поведением если я вас соблазнила своим внешним видом поведением с другим делом или дальше простите меня на этом и остановимся все выяснения полностью вопросов спасибо спасибо вас что вы слушали я хочу братья и сестры попросить помолиться у меня поле в садеб не хотела мы сейчас в школу пошли мы беспрестанно болеем и болеем мы только поправляемся пару дней сходили мы опять начинаем заново болеть сопли кашель температура горло и в общем конца краешки нет только начало да помогите вашу иммунитет это только начало врач нам так и сказала иммунитет если бы она в садик ходила она бы уже к школе привыкла бы ну хотя весь класс соплями и с кашем я не знаю что все наверное в садик не ходили да нет это уже так по-моему все такие уже дети сезон любовь Николаевна можно вопрос вот вы сказали что мы не знаем их телефонов они телефоны поменяли? да ну не понимаете можно я скажу у меня тоже у меня тоже один вопрос короче говоря все понятно не надо вообще тогда ничего говорить все успокоится уже их нету у меня тоже вопрос любовь Николаевна они не хотят с нами общаться вы только скажите это мы не будем там что-то гостю бросить еще что-то просто скажите и все они не хотят с нами иметь общение все мы исключили мы будем продолжать о них молиться в общем чего нам не нужны причины мы не хотим выяснения каких-то отношений причин вы с ума сходите просто вот брат беспокоится вы же понимаете и они понимают что у нас община и мы все друг о друге все равно узнаем кого нет почему Датьяна Кузьмишина нет? она болеет все мы решили порвать родственные связи все с духовными людьми кто держит кого здесь цеплях никто не держит нему не держит собрались пожалуйста идите куда хотите просто скажите об этом и все вы что так вас-то бьете по вольне мы перестанем эти вопросы вообще понимать вы так переживаете я вас вот понимаю просто скажите об этом и все они не придут они не хотят все не важно и все и брат не будет там звонить уже телефонов даже нет тогда что встаете и трепещете, то беда, как побега лебедя. А что не надо-то? Все надо. Я же ее не оставляю. Остановитесь. Разносу я. Мы не знаем, какая-то есть причина, о которой нам не хотят быть. Может быть, действительно какие-то серьезные обстоятельства? Мало ли что. Мы не знаем. Я другое совсем хочу сказать. Вот все знают, что батарейки выбрасывать нельзя. 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 Послушайте. Послушайте внимательно. В составе даже одной маленькой батарейки содержатся такие тяжелые металлы, очень вредные, как админ, свинец, никель, ртурб, марганец и щелочек. Со временем батарейка, находясь в окружающей среде, то есть мы выбросили мусорку, увезли на полигон, там это все под открытым небом, она разлагается, а также, когда в лесу или где-то выкинули, и вся эта «прелесть» в кавычках из тяжелых металлов выходит наружу и отправляется в окружающую среду с водой, то есть все это в почву уходит. Почва соединяется с грунтовыми водами, грунтовые воды все идут куда? В реку, а из реки идет водозабор для нашего питья. Вы знаете, мы пьем воду и забей. Батарейка или любой другой аккумулятор является бомбой замедленного действия. На обычной свалке от коррозии, от механических повреждений защитный слой у батарейки разрушается, и тяжелые металлы оказываются на свободе, легко проникают в почву. Причем выделение за одной единственной пальчиковой батареечки загрязняет 20 метров земли, отравляет, и около 400 литров воды. Это еще не все. Когда на полигонах где-то сжигают мусор, и там попадаются выброшенные вот так вот просто батарейки, они тоже там не сортируют, кроме бомжей, может быть, которые там лазят, что-то выбирают по свалкам. Вместе с другими отходами в воздух выделяются вредные диоксины. Они отравляют воздух, перемещаются в воздушные массы, выпадают с осадками и так далее. То есть вред круговую. К чему я это говорю? Сбивать куда-нибудь. Есть пункты сдачи, но вот, допустим, скажет бабушка, да я как туда сейчас ради одной, куда я ее выброшу, ушла одна от одной вреда не будет. Так все рассуждают. И бросают в мусорное ведро. Идти куда-то, где-то искать. Сейчас даже в Леруа убрали эти большие контейнеры стояли для сдачи. Их там нет. Вот я приехала со своим мешочком, у меня стоит контейнер уже несколько лет дома, маленький, коробочка. И все знают, что из мышки, из пультика, откуда-то там, из часов, батареечка бросается в этот контейнер. Когда он полный, я его выбрасывала в Леруа. В Леруа сейчас нет. И потому что это стали везде получать лицензии для того, чтобы собирать эти батарейки. В общем, это сложно, они отказываются от этого. Единственное, вообще в стране перерабатывающий завод находится в Челябинске. Вообще в стране, где перерабатывают, где выделяют эти вещества и на вторичную переработку на заводы продают. Они это за свой счет делают и продают эти вещества. Сдавать бесплатно можно. Принимают в очень малом, ограниченном количестве. Сейчас в природных ресурсах, где-то в министерстве, еще где-то можно сдавать. Потому что дорого туда еще и транспортировать это все. Вот наша школа решила провести такую экологическую акцию, проводят по стране многие такие, по сбору батареек. Каждый класс будет сдавать, будут взвешивать и так далее. Поэтому, если кто-то, кому-то далеко куда-то идти не хочется, я поставлю вот здесь всю покупочку. Создай батарейку, спаси ежика. Она будет здесь стоять, я буду вытаскивать отсюда, и наши дети будут там сдавать. У меня и кроя, знаете, каждый будет сдавать, какой класс победит. Ну и там грамоту дадут сегодня. Что-нибудь денежку еще дадут? Надо было спаси печень свою, а не ежика. Вот здесь видно, что это не для денег, а про батарейки. Поэтому я где-нибудь здесь поставлю. Особенно для бабушек. У меня они лежат, которые купятся. Вот так, спаси печень. Не знаю, вот сюда, например, нормально? Да. Все. Мусор на ведро не кидать. Да вы что? Я на вещь ему специально лазил, или у меня еще при советской власти. Ну, вспомните слова. Если хочешь изменить мир, то начни с себя. Вот давайте начинать с себя. Не будем ждать, когда нам кто-то что-то сделает, а будем думать не только о себе, но и о детях, и внуках, и правнуках, о будущих наших. Любые батарейки, аккумуляторы от телефонов, таблеточки батарейки, разные вот батарейки, все это туда на переработку идет. Они уже будут договариваться, школа, что будут уже драться. Чтобы не платить. Это какой на нашу комнату? Поприк стараюсь. Еще у кого есть слово? Да, брат? Слово сказать о камере, о боязни камеры. Вы знаете эту историю, когда мы с братом ходили на благовестие, и не сломали камеру. Стоимость камеры порядка 35 тысяч рублей. Мы ее через сестру Марину Христенко отправили в Москву, в поддержке на то, что там идут специалисты, которые ее починят. Недавно пришло мне на электронную почту письмо, что диагностика стоит 1400, и нет никаких гарантий, что они ее починят. Я говорю, да диагностика в Барнауле была, и сказали, что сломалась видеокарта, хотя там просто сломали монитор. А видимо, когда меняли монитор, повредили эту видеокарту. В Москве понятие видеокарта, специалисты, они не понимают, что это такое, видеокарта. В Барнауле мне вот такие два слова сказали, но ту бумагу заключения я не могу найти. Прошу помолиться, может быть, найдется бумага, и она становится установить эту видеокамеру. Вот. Что касается боязни слема, то есть мы с братом видели, просто человека снимал камеру, у нее такая ярость, он прям эту камеру сломал. О чем это говорит? Немирный дух-то. Почему немирный? Потому что не знаю священного писания. Священного писания что сказано? Все тайное станет явным. Человек в это не верит. Неверие. Вот у брата нашего Игоря посетил вот такой дух неверия в это. Вы снимаете моего ребенка, кто-то увидит его там, что-то там будет с ним случиться. Это они в интернете насмотрелись. В интернете этих ужастиков тоже насмотрелись. Ага, понятно. Что кто-то там в интернете выискивает себе жертвы и насилует. Не насилуют, отправляют на органы. Отправляют на органы. Заказывают детей. Отправляют на органы. Да ты же нас не получишь анализу наоборот. Ну, брезни пьяных старух. Понимаете? Ну, что это самое? Где это там? Верить в это. Это все равно, что верить в плоскую землю. Тоже в этих ужастиков насмотрели. Тоже в интернете. Ну, отделяйте зерна, отклеивайте. Смотрите, читайте, Слово Божие, сверяйтесь. Тоже про батарейки. Дело-то хорошее, конечно, спасать ежиков. Но так же, в Песечном Писании, давайте на все эти Библии на все смотреть. Мы же христиане. Даже смертоносное выпить, не повредит им. Я не говорю, что давайте батарейки теперь разбрасывайте. Давайте собирать. Ни в коем случае не забывайте. Но... Храните просто и все. Да, но храните, но... Как бы... Делайте из этого, там, какое-то вот такое вот... Обычно, кто спасает мир, тот осуждает людей других. Кто-то же его губит. Кто-то спасает животных, а кто-то... Нет, ну, спаси печень свою, ежик. Это неплохо, что-то нормально. Мне нравится. Я бы сам участвовал часто в этих акциях, только в социализме еще. Да, мы деньги на мир забирали все. Подписи за мир, деньги куда-то все слали, слали, слали. В Африку все. Где эта Африка, где... Ни Африки, ни денег, короче. Результат. Нет, да, да. Ну, была и коммунистическая... Не хочешь храни дома. Не хочешь принесем. Я занимался спириологией, в пещерах там люди лазят, туристы. И там, ну, фонарики же, и там много очень батарейки. И батарейки меняют, и прям бросают, в пещерах бросали. У нас были постоянно акции, вот наш клуб, кентавры назывались. Мы ходили в эти пещеры, ну, опускались там на веревках, все. И у нас была конкретно вот такая вот миссия, санитарная обработка пещер. И ходили, там разбросаны все. А там же, ну, в пещерах есть водные источники, там ручейки текут, лужи. Там такие прекрасные, ну, интересные цвета, такие изумрудные. И они туда попросают, батарейки прям там лежат градом, прям в лужи в этой. А из нее мы прям берем, пьем из нее, потому что там, ну, чистейшая вода. И батарейки это... Да не только батарейки, там всякий мусор и так далее, но в основном батарейки. Лампочки, батарейки там, ну, часто перегорали. Сейчас, может быть, другие какие-то уже формы, а тогда... Поэтому я говорю, что это мы сами так решали. Брат, просто не нужно иметь такой подход, просто у меня хоть поток. Нет, ну тут нормально, она ничего не сказала просто. У меня батарейки... Ничего осудительного здесь я не вижу. У меня батарейки все хранятся, я знаю, что их никуда не деть. Чисто по-человечески это тоже. Это и по-божьему, и по-человечески. Все правильно, тут ничего не дают. Да там же кадмий. Натый кадмий. Свинца. Вы же знаете, что из свинца батарейки идет. Ну, аккумулятор. Ну, я... Простите, может, меня и так поняли, что надо... Надо думать, что болезни Господь посылает за грехи, а не за то, что там... И сорить батарейками это тоже грех, загрязнение окружающей среды. То есть, ну, может быть, грех греху рознь. Понятно, Бог посылает. В Фукасиме и в Чернобыле. Ну, вообще, как бы люди ничего плохого не сделали. Землетрясение. И там, что там, там говорят вообще сейчас террористический акт услышал последнее. В Чернобыле был террористический акт. То есть взорвали специально. Это последние уже новости. Американцы сделали, чтобы дестабилизировать обстановку. И, кстати, у них отлично получилось. Украина. Если так брать. Да не, при чем здесь Украина? Не в Украине дело. А вообще в Советском Союзе. Поэтому, ну, что, бывает. И там сколько людей заболело. Кто виноват, что делать? Атомная бомба там, брат. Понятно от Бога. Когда мы сами это делаем себе. Должны все знать, где рядом яд с нами. Если от Бога, то это не значит, что Господь тебе послал прямо в болезнь. Господь попустил по нашим грехам. Вот мы сделали грех, а Господь допускает подойти до такого состояния. Такое место в течение таких обстоятельств, которые проявляются на нашем организме. Вот сегодня про священство начальствующих был проповедь. Как раз об этом же. На чего все равно посылается. Спастение жизни на душу. Если когда мы собираем батарейки, мы спасаем жизнь. А на душе забываем, чтобы не было этого перекоса. Да никто об этом перекосе не убрал. А как бы не решает. Вот сказала, 5 минут дошли, чтобы не было, брат. Когда люди неверующие занимаются. Еще в Библии было написано, почему он таким родился. По грехам родителей. И был ответ. И не по грехам родителей, а для славы Божьей. Да. И такое есть. Так что. Хорошо, когда Библию знают, да? Еще у кого есть слово? Просьба, пожелание. Вот была просьба от Надежды Васильевны прибрать в доме у Игнатия Тихоновича. Но ведь это невероятно, наверное. 70 тысяч уже в дыбах ушли. 60 тысяч уже в уборке. Надюша, 60 тысяч с дымом уже ушли. Хватит прибираться. Я не прибиралась там. Да, мы знаем, кто это сделал. Поэтому не надо ничего. Ничего не успеете проверить, кажется. Он сам подметет впереди. Так, Владимир Пащенко, помните, да? Он путешествующий. Да, да, кстати, Владимир Пащенко, да. Да, путешествующий. Да, путешествующий Молица. Вон у себя там покруска. Виктор Петеримов путешествующий. Ну и... И крыльчба. Витя, до какого путешествующего? Сегодня не просьба. Да он по этим... По работе не был, как он далеко ездит. Ну и Сергей Игнатов отписался, что он или как там... Доехал до Магнитогорска? Доехал до Магнитогорска. Слава Богу. Но он вообще там в Льдаре живет. Или там рядом Магнитогорска? Да нет, ты что? Недалеко. Где Магнитогорска? Ты что? Только я помню географию. Это где-то на Урале. Это Южный Урал. Это Ураль. Да, от Урала. Путешествующего. Да, путешествующего, да. Он будет сейчас потом до жены поедет в Донецк. А Володе скоро? Там только... Там стоит столб, граница между Европой и Азией. Сергей. Володя звонил мне Пащенко. Просил денег на обратную дорогу, и он скоро приедет. А Виктор, кто-то сказал, кому Виктор позвонил-то вчера? Виктор Савчин. Он учит сейчас курсы новые, повышенные спецязыка французского, специализированные уже. То есть этот он прошел, видать, память хорошая. Да, начальную. Сейчас он специализированный. И они ездили в Германию к Валентине. Валентин, с артистом. А мама его, я бы не понял, кто-то никто не подхватывает, не слышали, что его теща, мама, она хочет купить недалеко от них дом и жить отдельно. А они как бы в этом жилье будут. Съемные. Съемные маму, что-то. Вот так вот. Семья. У нее тот, кто-то. Нет. А ее дочь, сына, мама. Еще у кого есть информация какая? Как называть? Алфей. Алфей? Как Мирон? Они поехали. Они поехали там. Казахстан? Нет, в этот. Деревню. Деревню до вторника. Да, туда уехали. А, да, крестился кто-нибудь уже. Крестили Мирона. Мирона. Голосистый. А потом как на батюшку-то он смотрел-то, не отрываясь, когда батюшка его обнес там, в этом болтаре туда обнес, и он потом на него, батюшка уже в другую сторону перешел, он так голову перенадал, а обратно. И все это снимали, вот это посмотрим. Братья снимали. Витя Петеримов крестный отец, Дон Виктор. Я почему-то, когда приехал, на камеру снимал, и этих файлов нет у меня. Нету. А их, видать, не скопировал, а видно вывезал Витя Петеримов. Он просил у меня эту флешку из камеры, и, видимо, там они удалились с моей камеры. А у него... Ну и там на три камеры снимались, так что посмотрим. Где-то у кого-то сохраняется. А не у него, у Виктора это как в сейфе вылезет. Вы чего, не боитесь? Ну, все, благодаря Богу, значит, что у нас еще на сегодня? Как обычно. У нас без сомнения, не трапеза. На трапезе будет вкуснейший тортик, огромное количество тортика. Достойно есть всякого истину, положи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Терубим, и славнейшую без сравнения с Серафим. Без истинья Бога, Слова родшую, сущую Богородицу Тя венчаем. Господи, благослови братья и сестер наших, крестовозвиженской и святой Анафеевской общины. Пошли нам миры, любви и согласия, взаимноужения и терпения друг к другу, Господи. Благослови семью Третьяковой, Господи. Сохрани их в истине Твоей, дабы они не уклонились куда-либо. И воззади, Господи, в нашу общину, если угодно, Твоей святой воле, Господи. Дай им, Господи, мира, любви и согласия между собою. Помоги, Господи, если мы в чем согрешили, рассуждая здесь, Господи, прости нас, Господи. Благодарим Тебя, Господи, за великие минусы Твои к нам, за Твою удерживающую десницу, за мирное небо над нашими головами, Господи, за мирное время, которое Ты нам даруешь. Да не почтится наша худая бедствующая рука удерживает Твою карающую десницу. Он учил принять все с благодарностью. Тебе слава, Господи, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне, всегда и в веки, веков. Аминь. С Богом!